Есть исследования, которые показывают, что это может снизить риск развития рака в этой области в более позднем возрасте. Но что на самом деле принесет вам постоянная мастурбация, так это то, что она действительно повлияет на эректильную функцию, особенно если вам за 50 кучи раз в течение дня, и за тем, что он помогает вашей простате уменьшаться, абсолютно не соответствует действительности. Вы не увидите никакого уменьшения размера, и я хочу, чтобы вы правильно продумали это с точки зрения логистики. Ваш эякулят и сперма не хранятся в простате. Так вот, простата действительно способствует выделению жидкости, которая на самом деле выделяется при эякуляции, но не накапливается там. Так что же ты имеешь в виду, говоря о терминах? Если я просто буду продолжать рвать, 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 то, конечно, она уменьшится, потому что, возможно, она распухла, потому что там просто застрял какой-то сгусток. Слишком частая мастурбация или эякуляция все чаще и чаще никак не повлияет на результат размером с уже увеличенную простату. Но что потенциально может повлиять на размер и без того увеличенной простаты, так это когда вы на самом деле массируете простату, заходя за нее или под нее, и помогая уменьшить ее размер. Если у вас увеличена простата и вы часто мастурбируете, вы рискуете просто немного ослабить свою реакцию. Потому что все эти эя-перебои на самом деле мешают вашей способности снова быстрее возбуждаться. Дело в том, что мне задают этот вопрос по крайней мере раз в неделю, док. Как нам улучшить наш рефрактерный период после того, как я закончу? Чтобы этот период между тем, как вы закончите, и тем, когда вы сможете начать снова. Это называется рефрактерным периодом, и самое интересное в рефрактерном периоде, это одна из причин, по которой мы считаем, что рефрактерный период существует. Потому что, как только вы испытываете этот взрыв страсти, уровень гормона дофамина на самом деле резко падает. Поэтому, когда он снижается и как бы резко падает сразу после этого взрыва, мы имеем дело с тем, что твоему телу нужно снова как бы вызвать возбуждение в мозге. Эрекция сразу же возвращается после того, как ты взорвалась. Так что, конечно, есть и другие физиологические причины, но большую роль в этом играет дофамин. Поэтому, когда ты думаешь о том, как я могу уменьшить свой рефрактерный период, как я могу снова возбудиться, а потом... Опять же, ты знаешь, что тебе действительно лучше всего, особенно с возрастом. Наслаждаться и откладывать этот взрыв, это попытаться отсрочить это, и держаться за это как можно дольше. Ты знаешь, что тебе нужно просто делать все, что угодно, чтобы вызвать это возбуждение. Так что включи фильм. Ты должна что-то сделать. Спасибо. Спасибо.